В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Впереди Новый год, а это самое время обсудить, как праздновать наступающий 2021-й, в чем встречать и какие желания загадывать. У нас в гостях эзотерик и экстрасенс Элина. Элина, здравствуйте! Рада вас видеть здесь снова. Хочется сначала начать не с года грядущего, а с года уходящего. 2020-й. Действительно, по кому-то этот год проехался. Но таким ли он был страшным? Или это просто стечение каких-то обстоятельств, и люди себе надумали? Даже не верится, что мы сейчас находимся в декабре, да? Уже декабрь 2020 года. Произошли события неимоверные. Информации очень много, разной и в основном пессимистической. Чуть ли не из каждого утюга, с каждой камерой телевидения звучат «все пропало», «мы никогда не будем жить как прежде». Я хочу вспомнить 2012 год. Когда помнишь конец света, когда на самом деле конец календаря мая, вот все пропало уже на самом деле, следующий 2013-й не наступит и так далее, и так далее. Но вот что интересно, как раз вот в этот период было сделано историческое открытие про атом водорода, он же как бы протон. То есть он пульсировал. Ну, я не физик-ядерщик, но, к счастью, у меня есть с кем посоветоваться. У меня родной дядя, как раз физик-ядерщик, один из строителей термоядерного реактора, который сейчас строится, где участвуют практически все страны мира. И если что, я всегда консультируюсь у него. Так вот, этот атом водорода, он пульсировал себе, пульсировал и уменьшился на 4%. Ну, вроде бы думаешь, что такое там 4%. А на самом деле произошел квантовый скачок. То есть мы просто взяли и прошли через черную дыру и оказались в совершенно другом пространстве. Работают абсолютно другие энергии. Все уплотняется. Ну, атом водорода, это понятно, он потащил за собой всю органику, которая у нас есть. Ну, все наше. Мы все состоим из этого, да, из органики. И вроде бы на первый взгляд 4% это очень мало, но на самом деле уплотнились, еще раз повторю, энергии. То есть вот то, о чем сейчас говорят, низкие вибрации, высокие вибрации, то есть стремитесь задавать себе более высокие вибрации, что такое высокие вибрации. Это наши высшие, так сказать, верхние чакры. Уходить с нижних чакр, скажем так, да, и подниматься на верхние. И тогда вы будете защищены от очень-очень многого. Ну, вот один такой момент, да, так как мы прошли этот квантовый, то есть квантовый переход состоялся. Точка. Мы оказались в совершенно чужом и незнакомом физическом мире. То есть все законы физики, химии, которые вот мы знали раньше, это все законы прошлого. Сейчас они по-другому работают, по-другому. Вот в этом как бы соль, да, состоит. А то есть думать по-другому, чувствовать по-другому, жить по-другому, это как-то мыслить позитивно, думать головой. Как это уйти от нижнего к верхнему? Совет достаточно простой. Занимайтесь духовными практиками. Это может быть все, что угодно. То есть еще раз повторю, да, что все наши законы, физические, химические, биологические, да, они уже работают не так, как раньше. То есть мы сейчас... Что такое черная дыра? Ну, можно ее сравнить, ну, я не знаю, допустим, с дверью. Вот мы прошли через эту дверь и оказались в совершенно другом мире. То есть мы сейчас как инопланетяне на абсолютно вообще новой планете. И поэтому нам как-то вот приходится... Поэтому и год такой был турбулентный. Поэтому нам приходится как-то вот выживать в этом мире. Но на самом деле хочу сказать, что, ну, внести несколько оптимистичную нотку, не в плане поддержать, так сказать, морально население. На самом деле здесь стакан должен быть наполовину полон. Потому что, ну, декабрь уже подходит к концу. В феврале вступает в свои права новая вообще планетарная энергия. Когда мы очутимся в этих вибрациях, мы поймем, что все позади. Все плохое останется в этом году. То есть год он уходит в феврале и наступает новый 2020. Абсолютно. Да, будут работать абсолютно другие энергии. То есть, ну, скажем так, ну, ниоткуда будет брать тот негатив. То есть он все равно же из какого-то концентрированного, так сказать, вот места происходит. То есть какая-то причина всему должна быть. То есть мы, понятное дело, что мы все состоим из энергии в том числе. И не только, так сказать, наше биологическое тело, но и наше биополе. То есть то, на чем работает каждый человек. Это такая маленькая биоэнергоинформационная система, фабрика. То есть все органы, они работают на энергии какой-то. И вот эта вот энергия, она в следующем году быка, она просто будет фонтанировать. И, кстати, предвосхищая твой вопрос по поводу... Каким будет? Да, да, да. Ты не поверишь, мне все задают один вопрос. Два. Во-первых, когда закончится 2020, наконец, и какой будет... 2021. 2021. Ну, здесь, хочу сказать, будут работать абсолютно другие энергии. Человек должен ставить перед собой определенные цели. То есть это год хорош, ну, бык, животное, а домашненное. Год будет хорош для трудоголиков, для приобретения недвижимости, для сельского хозяйства, ну, в общем, для золотого тельца, кстати. Очень хороший год тем, кто хочет озолотиться, обогатиться. Сразу говорю, вы восполните все свои потери, которые вы получили, которые принес этот наш прекрасный 2020 год. Вы все восполните. 2021 год, ну, может ознаменоваться, ну, небывалым пиком карьеры. У многих, очень у многих. Ну, вот действительно, я вчера читала, лежала буквально на ночь, глядя гороскопы. Мне же надо было подготовиться. Ну, естественно, это всегда интересно, что же тебе-то там год подготовил твоему знаку зодиака, еще чему-то. И я читала, что да, вроде как год будет там с точки зрения финансов достаточно стабильным, успешным, потому что бык, ну, грубо говоря, как ты потрудился, так тебе и воздастся. Вот в этом плане, да. Год быка, точнее, кого у нас сейчас год? Год крысы у нас сейчас, да. Принес во многие бизнес-сферы кризис, ну, и не только в бизнес-сферы. Год быка в этом плане будет более успешным? Вот, Юлечка, все ругают, конечно, крысу, но, тем не менее, хочу сказать, крыса это же семейный знак, как в этом году, но, пожалуй, мы близко с семьей не знакомились никогда, поэтому крыса нас познакомила с нашей семьей. Вот, следующий год. Еще раз, да, по поводу быка, это естественно, хочу заострить внимание на плюсах, так как мы вошли в другую эпоху, да, мы прошли через этот переход, поменялись, так сказать, энергии. Сейчас, вот, ну, если ты у нас девушка молодая, ты, наверное, Алана Чумака не помнишь. Не помню. Ну, ладно, не помнишь, по рассказам родственника, который заряжал воду. Да, потому что у меня банки ставила около телевизора. Ты не поверишь, сейчас эти банки можешь заряжать ты. Еще раз повторюсь, что законы биологические, химические, так сказать, поменялись физические. Сейчас многое человеку дается. То есть мы, так как человек достаточно такое многомерное становится, вообще многомерное существо, и нам подвластно, ну, и было-то многое, но сейчас подвластно практически все. И мы, кстати, в начале этого пути, как бы, я понимаю, что это звучит очень фантастично, но это так. Так, попробуй, пожалуйста, ну, допустим, если плохое настроение, хотя я, ну, сомневаюсь, что у тебя там плохое настроение бывает когда-нибудь. Бывает, да. Ты можешь сделать себе лекарство от плохого настроения, от депрессии, как и каждый человек сейчас. Налей стакан воды и напиши на бумаге, там, просто своими словами, это лекарство от депрессии, это лекарство там от головной боли, ну, от чего угодно, от боли в коленке. И положи его на ночь под стакан воды, а стакан поставь в изголовье у себя, кровати. На утро до всего, до воды, еды, до всего, когда открыла только глаза, выпей эту воду. Посмотришь. В течение нескольких дней все волшебным образом преобразится. Я обязательно попробую. Обязательно. Год быка вот-вот уже, да, постучится в двери, и нужно его правильно встретить, наверное, нужно к нему как-то подготовиться. Ну, как к любому году, мы всегда встречаем, но не всегда верно. Пока что я сумела понять, это то, что не нужно тащить красное на стол, тащить, как у нас студия не совсем тут подходит, наверное, под год быка. Не нужно наряды какие-то красные. Да, да. Ну, мы еще пока не встречаем, мы только к нему готовимся. Поэтому как? Как его встретить? Правильно. Ну, во-первых, Юлия, он еще в феврале. То есть с 12 февраля бык придет, поэтому можете пока не перекрашивать студию, не переодеваться в прямом эфире. Значит, все пока спокойно, пока еще властвует крыса. Поэтому декабрь, я призываю всех к осторожности, потому что декабрь достаточно сейчас очень такой турбулентный, очень сложный, тяжелый месяц. Еще раз повторюсь, что информация и очень поток негативной информации, он сейчас особо сконцентрирован. Но волшебным образом, я уверена, в феврале месяце, ну, февраль, март месяц, это крайний срок, уже все волшебным образом изменится. По поводу встречи Нового года. Ну, кстати, самое важное сказать про Рождество. Нас ждет Рождество. Нужно сказать, что такое Рождество. Ну, это понятно, что это богопроявление на земле, да, то есть это родился сын бога. Новый год – это искусственный праздник, созданный, так сказать, людьми. Поэтому здесь очень важны такие моменты магические, когда дверь между мирами становится совсем прозрачной и когда она открывается. Поэтому вот особенно на вот эти все вехи, на какие-то праздники, дверь становится практически прозрачной. И в этот момент очень важно правильно себя повести и правильно проводить и встретить этот год. Потому что в любом случае это, ну, такие печати магические. Поэтому про стол. Стол должен быть обильным. Настолько обильным, насколько вы хотите увидеть, ну, щедрым для себя в следующий год. Обязательно уберите из дома всю битую, колотую посуду, зеркала разбитые. Вкрутите лампочки, чтобы даже, ну, в любой даже маленькой комнате, даже где-то, может быть, в прихожей горел свет. Потому что это все привлекает, так сказать, материальное благополучие в следующий год. И, кстати, давайте, вот призываю всех, давайте сделаем, ну, наконец, хотя бы хоть что-то вместе, что-то позитивное вот в этом году. Потому что сейчас эпоха единения людей. И если раньше была некая, так сказать, разобщенность, и, ну, я думаю, что у каждого, вот если спросить, каждый отметит это, эту, ну, скажем, отрешенность там от других людей там и так далее. Потому что ко мне часто приходят, ну, люди пожилого возраста, и они все говорят одно и то же. Ой, как было там хорошо раньше, вот приходили в гости, мы ходили туда-сюда, какое-то единение людей. Вот сейчас наступает эпоха объединения. То есть как мы объединим свой эгрегор, так, ну, нам наша Вселенная и даст ответ. А что касается, может быть, каких-то традиций новогодних, ну, как те же желания правильно загадывать. Вот кто-то там говорит, что надо пепел бросить, выпить. Кто-то говорит, что надо на бумажке там какое-то количество раз писать там на какую-то луну определенную. Есть какая-то техника загадывания желаний? Ну, техник различных, тем более сейчас... Действенно. Секрет. Очень много, тем более, еще раз я повторюсь, о чем я говорила выше. Сейчас энергии у людей меняются, и сейчас каждый становится как бы для себя и для других волшебником. Поэтому даже каждое сказанное слово, оно уже имеет вес. Поэтому, ну, гаданий, то есть любые гадания сейчас будут работать, ну, в 90% случаях. А как этот Новый год встретить так, чтобы он прошел хорошо? Ну, может быть, там в кругу близких или, наоборот, в кругу друзей, и как-то весело, пышно, или просто, наоборот, семейно, спокойно? Как вот надо? Время Нового года – это время магическое, когда приоткрывается завеса между прошлым и будущим. И любые гадания, они, ну, становятся настолько правдивыми и жизненными. Поэтому даже любые простые гадания, какие вы можете прочитать в интернете, они уже будут работать. Еще раз я говорю, что все изменилось и поменялось. Лина, как правильно встречать Новый год? В какой-то веселой компании или в кругу близких? За пышным столом или, наоборот, достаточно скромно? Весело с салютами или, так вот, у телевизора с голубым огоньком? Ну, вынуждено сказать, чтобы не провоцировать, во-первых, крысу, потому что Новый год еще приходится на, так сказать, главенствование крысы в году. Чтобы ее не провоцировать, останьтесь дома. Проведите этот Новый год с родными и близкими. Проведите его спокойно, проведите его в кругу семьи. В феврале, когда придет бык, это, еще раз повторю, это тоже, это животное одомашненное, домашнее. То есть его тоже нужно встретить в кругу семьи. Ну, на стол, когда будете встречать быка, желательно, конечно, больше зелени. Травоядное. Да, больше зелени, птица, я не знаю, свинина. Ну, постарайтесь отказаться, конечно, от говядины, от телятины. Ну да, дабы не обидеть. Хотя, опять же, год придет только в феврале, поэтому, наверное, в январе еще не так страшно. Но, опять же, этот год для всех, без исключения, был очень сложным. Ну, еще у нас, так сказать, декабрь, январь. Могу сказать, очень много обращались ко мне люди, очень много разводов. Кстати, интересно было бы сделать интервью тоже с работниками ЗАГСа. Я думаю, тоже они могли бы очень много интересного рассказать. Такого количества разводов, которое было в 2020 году, ну, я не помню, пожалуй, за все свои годы работы. Причем могу сказать, что как раз в 99% случаев это была ошибка. И люди осознают эту ошибку уже в следующем, ну, я думаю, к середине, там, к июлю, к июню, к августу, они ошибку осознают. Ну, хорошо, если обратно пожениться. Дай бог. Дай бог. Сегодня рождественский сочельник, но католический. Это как-то имеет какую-то роль для нас, для православных, с точки зрения энергии, еще чего-то? Конечно, Рождество – это сильнейший праздник. Еще раз повторю, что это Рождество – это богопроявление, богоявление, можно сказать, на земле. Поэтому, конечно, ну, я бы не советовала отмечать алкоголем этот день. Проведите, опять же, его с близкими, продумайте, ну, визуализируйте свои какие-то цели на следующий год. Вот от Рождества до Рождества, вот от этого Рождества до следующего, да. Просто вот представьте себе свои цели так, как будто бы они уже произошли, как будто это уже случилось. Это главное о плохом, не думать в этот момент, как у нас многие любят, что вот, буду болеть, буду то, буду... Нет, стакан наполовину полон. Да. 2021 год. Кстати, а какого числа он приходит? 12 февраля. 12 февраля. Хочется еще узнать с точки зрения здоровья, с точки зрения работы, люди как себя будут ощущать. Вот 2020 принес нам коронавирус. Что будет в 2021? Если я скажу, что мы про него забудем. Нет. Ну, понятно, что не забудем. Это будет фантастика. Но, как бы ни фантастично звучали мои слова, я думаю, что, ну, к осени 2021-го мы уже забудем. Да. Будем забывать 2020-й. Мы затронули рождественские праздники, да, католическое Рождество, есть наше, православное. Вот его как нам нужно встречать? Ну, опять так же, как католическое, то есть, ну, без алкоголя, без каких-то проявлений. У нас же как люди празднуют? Ого-го! Ну, я думаю, что католиков у нас на Дальнем Востоке не так много. Все-таки у нас религия православная у большинства. Да, поэтому еще раз, конечно, конечно, встречают, встречают своими положительными эмоциями. Встречают сопереживанием, да, как, допустим, Иисус пришел в этот мир и как он трагически ушел. Сопереживанием, вот этим, именно не жалостью, да, жалость это как бы плохое чувство. А когда человек сопереживает, то включаются совсем, он подключается совсем к другим энергиям. Ну, вот, кстати, можно как раз, отвлекусь ненамного по поводу саморегуляции себя. Очень многие задают вопрос, что как справляться со всем этим негативом, который там валится там на тебя. Постарайтесь, вот даю простую технику. Вообще смех – это определенный резонанс, то есть мы резонируем с синей энергией, которая находится в центре галактики. Улыбайтесь каждое утро. Ну, Юлечка, это тебя не касается, ты можешь этого не слушать. Дорогие зрители, улыбайтесь каждое утро, проходя мимо зеркала и глядя на себя. И вы весь 2021 год будете молодеть. Прекрасно. Я тоже буду. Так интересно, да, вот вы говорите про смех и про то, что где-то резонирует, а я буквально на днях разговаривала с врачами, которые тоже придут. Правда, на радио Лема придут, но на программу о смехотерапии будут говорить. И те же самые советы давали. Поэтому вот действительно, наверное, надо чаще смеяться, улыбаться. Это советы не мои, это мудрость веков, это, ну, скажем так, народное целительство. И еще раз говорю, что сейчас каждый, каждый человек, он становится сам для себя и для своих родных целителем. Поэтому начните хотя бы, просто давайте начнем каждый из себя. Рождественские, новогодние праздники и рождественские праздники, и святки, и сочельники и так далее. Это всегда было временем гаданий. Все равно, как бы там, кто ни говорил, как бы слушатели где-то, кто-то в это не верит, но всегда это все слушают и всем это интересно. Стоит в эти новогодние праздники каким-то образом что-то себе где-то как-то погадать, чего-то себе пожелать или близким своим, и как это сделать? Обязательно, обязательно. Может быть, в этом году даже больше, чем во всех предыдущих. Гадать можно, ну, существуют различные, так сказать, методики гадания, техники гадания. Можно, допустим, некоторые замораживают воду в блюдце. Если вода вздыбливается, ну, таким, как бы, кратером, да, значит, следующий год будет достаточно таким, ну, сложным, таким, волнительным, неспокойным. Если вода застывает спокойно, можно сделать гадание просто в мешочке. Положите туда, допустим, какой-то золотой колечко, там, маленькую игрушечную машинку, там, я не знаю, символ дома и так далее, и так далее. Ну, все, что угодно в этот мешочек. И вытащите одну вещь. Вот то, что вы достанете, то и будет символом вашего года. Напоминаю, что следующий год, год хороший, прекрасный год для процветания, для обогащения, для подъема по карьерной лестнице. Он будет диаметрально противоположным 2020-му. Диаметрально. Очень хочется в это верить. Так и будет. Да. Наверное, и тогда последний уже вопрос. Давайте поздравим наших слушателей. Что им пожелаете? Ну, что тут сказать? Уходит 2020-й. Всем людям добра, мира, процветания, здоровья, успехов, благополучия, счастья всем. Ирина, пусть тоже все у вас будет наилучшим образом. Спасибо вам, что к нам пришли. Вам спасибо, Юлечка. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и мы говорили о встрече нового 2021 года. В гостях у нас была эзотерик, экстрасенс Ирина. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин